Небольшой пушок, размером с ладошку и чёрные пятнышки вокруг глаз. Щенки-енота Вики, постоянная жительница раньше Сахарная долина, только-только появились на свет. Совсем скоро они откроют глаза и увидят целый мир, а пока постоянно отдыхают и находятся рядом с мамой. В бывшем севастопольском зоопарке нам позвонили и предложили забрать трёх оставшихся енотов, потому что зоопарк закрылся. Мы забрали трёх, а получилось у нас девять. А 22 июня у нас родились вот эти потрясающие четыре крошки. Мы очень рады этому, потому что они очень милые, маленькие и хорошенькие. Примерно через месяц после рождения малыши откроют глазки, уже через пять месяцев станут самостоятельными и больше не будут находиться под постоянным контролем матери. В уходе за енотами хозяева раньше стараются придерживаться нескольких правил. Так, хищные зверьки размером чуть больше, чем обычные кошки, оказались те ещё гурманы. Иногда их можно кормить фруктами и ягодами. Они очень активные, но и всё-таки они считаются хищниками. Ухаживать за ними, в принципе, можно сказать, рацион такой же, как и у кошек. Рыба, мясо, но они ещё и любят фрукты и овощи. Орехи. Они любят бананы. Потом одна енотиха у нас даже кушает помидоры иногда, картошку варёную, из фруктов киви и даже апельсин. Среди обитателей раньше есть необычная енотиха по прозвищу Кача. Такое имя сотрудники Сахарной долины дали ей в честь места, где нашли активного зверька. Кача у нас живёт около месяца. К нам обратилась наша подписчица и попросила приютить этого неугомонного зверька. У неё муж прогуливался вечером по пляжу и на дереве обнаружил вот это вот... Сейчас, секунду. Обнаружил вот такого вот зверя. Держать его в условиях дома на самом деле очень сложно, потому что за таким животным нужен постоянный контроль. Упустив его из вида буквально на несколько минут, вы рискуете остаться без дома, либо в полном хаосе. Обычно еноты предпочитают ночной образ жизни. Днём они отдыхают. Чего нельзя сказать о Каче. По словам сотрудников ранчо, в енотихе много неуёмной энергии. Но они к этому привыкли, ведь Кача тоже ещё ребёнок. Ей всего три месяца. Как любой ребёнок, ей необходимо полное внимание, игры. И компания обязательно. Вот и она у нас очень любит бананы, мясные деликатесы. Очень обожает у нас. Мороженое. И да, и я тебя. Детское питание. Шелковицу. У нас рядом растут деревья шелковицы, она залазит и прямо с дерева скушает ягодки. В России известен только один вид енотов – знаменитые полоскуны. Они обожают воду и любят играть. Помимо малышей, на ранчо есть и взрослые особи. Два мальчика, которые попали сюда из зоопарка, и трёхлетняя Тома. На ранчо для спасенных животных Сахарная долина сегодня есть не только еноты. Животные попадают сюда в основном благодаря подписчикам, которые оставляют объявления в социальных сетях. Нам попадают животные. Всех мы берём с непростой судьбой. Мы никого не покупаем. Нам чаще всего наши подписчики скидывают какие-то истории, и мы уже рассматриваем этот вариант. Поможем, не поможем, заберём, не заберём. На ранчо у нас есть много уже животных, таких как козы, лама, дикообразы – два штуки. Постоянный поток чаек. Потом у нас появились курочки, которые несут нам по 6 яичек в день. Мы этому очень рады. Еноты сразу же съедают на завтрак свежие яйца. Также у нас есть около 16 лошадей, пони, которые мы спасли. Не все питомцы остаются на ранчо навсегда. Многие дикие животные проходят курс реабилитации, а после их выпускают на свободу. Некоторые мыщут новый дом и хорошие условия для жизни. Те, кто приезжает к нам, например, какие-то чайки, мы их лечим и выпускаем. Тех, у кого была какая-то несчастная судьба, конечно, они доживают свою счастливую старость у нас. Это верблюд Барик, которому 15 лет, у него очень плохие задние ноги. Мы постоянно его колем раз в полгода, хондопротекторами лечим, и никуда он уже не денется. Пони-морковка тоже старенькая останется у нас. Но вообще, конечно, мы бы хотели помогать животным и находить им лучшие условия и хорошие руки. Сейчас на ранчо «Сахарная долина» готовятся к рождению жеребёнка и строят новый манеж. У каждого постояльца здесь своя история, но одно светлое будущее. Мария Легина, Дмитрий Фомин, Севинформбюро.